Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. Сегодня мы будем вместе делать очень быстрый, кстати говоря, совсем несложный, вот такой лавандовый макияж. Надеюсь, вам нравится. Итак, давайте начнем, и вы убедитесь, что он очень-очень простой. Уход, который может скататься под макияжем, убираю с помощью любого тоника увлажняющего. Наношу средства, которые специально предназначены под макияж, сыворотка про макияж и крем под глаза. Какое-то время дам средством впитаться. Фисташковым корректором корректирую красноту. С помощью консилера от SkinFood убираю венки под глазами. Его нужно совсем чуть-чуть, он очень пигментированный. Стараюсь как можно чаще промывать спонжи для нанесения кушеном. Для того, чтобы сделать более прозрачное покрытие, использую его влажным. Любое тональное средство усаживаю вот таким вот способом. На зону-то наношу камуфляж от Catrice. Вот так, этого будет достаточно. На зону-то наношу матирующую пудру от Elf. Немного подчеркну скулы вот таким цветом. Бронзером перекрою серо-коричневый оттенок. Овал лица немного сужаем по контуру и потом растушуем. И немного нос, чтобы он не выглядел таким белым после тонального средства. Оставшиеся от туши кисточки это Chanel. Использую в качестве расчески для бровей. Такие жесткие. Прочесываю брови и буду оформлять их с помощью карандаша. Закрепляю брови с помощью Brow Drama от Maybelline. Излишки снимаю, чтобы не переборщить. Кремовые тени в том мире 0.1 от Maybelline в качестве базы наношу чуть-чуть. Они совсем немного выравнивают тон кожи на верхнем веке. Беру светлые тени от Reluif и от складочки вверх заполняю для того, чтобы потом сюда положить другие сухие текстуры более прозрачным оттенком. Очень сыпучие, но зато их практически не видно. Буду наносить персиково-бежевые румяна. В качестве такого переходного оттенка в складочку века. Это палеточка Dolce & Gabbana в номере 145, который вы выбрали для меня. И вот этот самый кремовый оттенок попробую нанести туда же в складочку, как бы чуть-чуть затемняя наш рисунок. Верхнюю границу с помощью чистой кисточки светлых теней буду оттушевывать. И теперь плоской кисточкой добавлю вот эти лавандовые тени на все подвижное веко, на кремовую текстуру, которая у нас с вами там осталась. На плоской кисточке плохо держатся тени. Я имею в виду на самой основе волосяной кисточки. Поэтому они очень могут часто осыпаться, и я держу на готове вот такую вот кисточку, чтобы быстренько все стереть, чтобы не испортить макияж. Все подвижное веко вплоть до складочки заполняю этим лавандовым оттенком. И немножко вывожу вверх, буквально чуть-чуть. Хочется весны, поэтому делаю вот такое небанальное сочетание оттенков, которое повышает настроение, создает такое весеннее ощущение. Вот такой карандаш от Essence в очень интересном оттенке. Даже не знаю, как его назвать. Но, скорее всего, фиолетовый. Буду использовать в качестве подводки. Вначале я прорисовываю вот так яблочко. Не в эту сторону, а в эту. Мне так удобнее. Таким образом получается вот здесь более тонкая линия. Видите? Потом уже вывожу кончик стрелки. Вот так. Макияж этот довольно быстрый. Сейчас наносим базу от Эвелайн. Я люблю базой пользоваться. Она делает реснички более такими пушистыми. Губы сохнут, поэтому сразу же сейчас наносу. Вот, смотрите, заканчивается у меня. Вот, а Диваж даже иногда заменяет мне эта помада гигиеническую. У нас только вот эта серия про Лена Кремовая. Так, ну, по-моему, уже хорошо, да? Так и пойду. Нет, нанесем черную тушь сверху. С этим макияжем даже тушь кажется фиолетовой, да? С этой тушью я снимаю. Мне не нужна такая длина. У меня есть специальная тушь для нижних ресничек, которая только прокрашивает и разделяет, и ничего не делает. То есть никак не удлиняет, не делает более пушистыми. Вот так. Теперь добавим румян тех же самых, которые мы наносили в складочку. Шестую кисточку буду брать. Излишки сдуваем. И на яблочке щеку вода чуть-чуть вверх наносим. Для гармонии чуть-чуть выравниваем цвет вот здесь. Добавляем буквально слегка и здесь. И по периметру лица метеориты. Чтобы никакие сухие продукты не подчеркивали текстуру кожи, сверху наношу термальную воду, либо любой увлажняющий спрейс. Он как бы прибивает всю пудру и соединяет все слои воедино. Сейчас пройдет какое-то время и совсем ничего не будет видно на лице. Ну что ж, вот такой совсем несложный макияж у нас с вами получился. Спасибо огромное, что вы были со мной. Благодарю вас за все комментарии, за ваши поддержки и добрые слова. И я жду также ваших комментариев по поводу этого макияжа. Понравился ли он вам и какой макияж следующий хотите вы увидеть с помощью продуктов, которые находятся в моих проектах использовать по максимуму, а также косметичка месяца. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!